А вы народ, с вами Анестезия, и мы продолжаем проходить Urban Nightmare. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что нам дали поиграть за Марселя, и мы тут вроде куда-то пробрались, я уже честно забыла, несмотря на то, что играла только вчера. Что тут у нас заперто, что тут у нас не заперто, поэтому... Хотя, по-моему, мы вообще просто приперлись в эту новую локацию, и всё, мы больше тут ничего не делали. Ну, от нас, короче, ушла Софи, Софи вроде наша подружайка, ну, как подружайка, приятельница, так скажем. Он с ней не встречается, но постоянно флиртует со всякими бабами, из-за чего у него тут всякие проблемы происходят, да. Не из-за того, что он там в какой-то город прибыл, а потому что... Чё случилось опять? Я только пришла, алё! Эй! А-а-а! Это вообще непонятно какая-то хрень. Ну, короче, знаете, в Червяке Джиме тоже самая... Та же самая херня была. Ну, точнее, похожая. Вот. Мы тут, походу, будем сражаться до седьмой зари. Это, блин, моё новое выражение. Простите, пожалуйста, если оно звучит глупо. Ну, бей ты его уже. Блин, это всё так муторно, ужасно просто, просто ужасно. Мне не нравится. Я терпеть не могу с кем-то сражаться здесь. Тем более, что это так долго. И это так однообразно, и так скучно. Ну, да, чё вы хотели? Это тебе не Драгонейдж, да. Это тебе не Инквизиция. Ну, по крайней мере, он не такой, как Пёсель. Мне кажется, с Пёселем мне было пострашнее. А, возможно, это потому, что это наша вторая битва, и поэтому мне уже не так страшно. Блин, это было очень долго. Мне не понравилось. Проклятие, что это было? Прошлые хотя бы напоминали собаку, а это уже какой-то кусок мяса на ножках. Так и свихнуться недолго. Да уж. Я надеюсь, нас отсюда выпустят, потому что я много каких дверей не проверила. И, наверное, рано сюда пришла. Заперто. Вообще, где мы находимся? Это очень напоминает Сайлент Хилл. Вообще, я заметила, что многие игры здесь напоминают Сайлент Хилл. Что мне делать? Говорить с мужчиной, угрожать мужчине, ничего не делать. Давай поговорим с ним. Убирайся нахер из моей квартиры. Может угрожать? Хотя, мне кажется, это плохая идея. С ума сошел, что ты делаешь? Что я делаю? Хочу выбраться отсюда, но не вижу, чтобы ты горел желанием мне помочь. Поэтому я сейчас плотно познакомлю твою голову вот с этой штукой. Что скажешь? Не надо, не надо, отпусти меня. Тогда говори, как выйти отсюда? Там за мостиком дверь. Тебе нужно только узнать пару цифр. Я их сам не знаю. Знаю вторую. На втором месте стоит восьмерка. Восьмерка? Вот видишь, что значит сотрудничество. Люди должны помогать друг другу. Надеюсь, ты не соврал. А то я вернусь. Я сказал все, что знал. Подсказка записана. Мне кажется, что мы об этом пожалеем еще. В конце концов. Скорее всего, это дверь в ванную. Ладно, мы уходим отсюда. Это какой-то дом с квартирами. Тут, в конце концов, все люди сумасшедшие. Знаешь, они за себя не ручаются. Они не будут звать никакую полицию. Никакое правосудие. Они просто сами тебе это правосудие учинят. Вот и все. Что-то тут нечистое. Это понятное дело. Как мы вообще сюда попали? В конце концов, я думаю, что это место окажется... Каким-нибудь потусторонним миром. Ага, еще одна квартирка. Привет. Попробовать поговорить с ним? Ну, хотя не знаю. Что-то забыл в моем доме, говнюк. Я уйду, как только ты объяснишь мне, как выйти к шоссе. Да пошел ты, не буду я тебе ничего объяснять. Ну, ладно. Будем по-плохому. Хотя, когда-нибудь это мне выйдет боком, мне кажется. Что ты делаешь? Все очень просто. Либо ты говоришь мне, как выйти отсюда, либо я выбиваю все зубы из твоей вонючей пасти. Я не знаю. Там двери нужно ввести какой-то код. И какой код? Понятия не имею. Я там никогда не был. Если я узнаю, что ты мне соврал, я не врал. Они не все будут знать, да? Наверное. Потом выяснится, что тут несколько концовок. И, типа, если ты угрожаешь всем. Что особенного? А что так остановилось? В общем, если узнаю... Ах, господи. Потом мы узнаем, что если угрожать всем, то у тебя будет херовая концовка. Вот это будет плохо. Да блин, он так быстро ходит. Вообще, Марсель, хоть и мудень, он мне не нравится. Мне не нравится, как он ведет себя с женщинами. Бейсбольная бит. Она намного удобнее железной трубы. Пожалуй, я возьму ее. О, неплохо. Так вот. Тем не менее, он молодец. Он сражается за свою жизнь. И у него нет такого... Эээ, блин. Я попал в какое-то место. Что же мне делать? Я не буду ничего красть. Я не... Я ж порядочный... Человек, господи. Что у нее с лицом? Это Софи? Это же Софи, нет? Что мне делать? Говорит женщина. Не трогай меня. Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Я просто хочу выйти отсюда. Я ничего не знаю. Пожалуйста, уйди из моего дома. Попробовать угрожать? Оставь меня в покое. Слушай меня внимательно. Я спокойный человек, но в последнее время я слишком много нервничаю. Все это выводит меня из себя. Так что лучше поскорее расскажи, как выбраться отсюда. Не слышу. Там... Там есть дверь, но она заперта. На ней кодовый замок. И я не знаю кода. А кто знает? Не я. Кто-то другой. Пожалуйста, уходи. Ладно. Лучше бы мне не узнать, что ты соврала. Всем угрожает. У нее такое лицо, блин. Просто посмотрите на это. Ты уже взял, кстати говоря, бейсбольную биту вместо своей кочерги или с чем-то там ходил? Наверное, да. Хотя я и не вижу в руке у него никакой бейсбольной биты. Ну, чем-то же он угрожал в любом случае. Что тут написано? Давай посмотрим. Понятно. Там ничего, да? Консервные банки, посуда и все. Короче, хлам. Пойдем отсюда. Заперто. И здесь было заперто, да? Так. Ну, по крайней мере, одну циферку мы узнали. Где мы можем узнать остальные? Ограды из проволочной сетки. Кусачки. У нас до сих пор есть кусачки, кстати говоря. Ребят. Это хорошо. А то обычно все инструменты у нас ломаются с первого раза. С первого применения. Похоже на какую-то загадку. Первая цифра больше третьей. А третья больше четвертой. Первая цифра больше третьей, да? А третья больше четвертой. Короче, первая цифра самая большая. Подсказка записана. Ну, наверное. И что я вот только с вот этими двумя подсказками должна решить эту загадку? Мне это не нравится. Нихера не нравится. Куда мы должны пойти? Где вообще эта дверь с кодовым замком? Я ее не помню. Я не помню, чтобы я ее вообще где-то видела. Заперто. Отсюда мы пришли в прошлый раз. Тут у нас вообще ничего не было. Ну, в смысле, по-моему, здесь мы взяли кусачки и все. Я, может, что-то где-то пропустила. В принципе, да. Ты можешь разбить окно. Я же этого и так и не сделала. Я, если честно, даже вообще не помнила, что тут есть такое. Читай. Какого хрена? Старая кухонная посуда. Судя по виду, из нее кушали еще прабабки. Неплохо. Какие-то консервы сожрают вой. Крик Мунка. Это не тот самый Крик, ну, фильм, знаете. Мне безразлично, что они читают. Надо же, какой ты. А ты бы поинтересовался. Все то, что обычно висит в шкафу с одеждой. Я здесь не для того, чтобы выбивать все окна. Ну, хорошо, что ты это понимаешь. Пусто. Значит, наверное, что-то должно быть за этой дверью. А иначе зачем мы сюда пришли? Подожди, что это такое? Понятно, ничего. Заперто. Впрочем, навесной замок не кажется мне особенно прочным. Тогда выбивай. Невозможно. А что ты тогда хочешь сделать? Разобрать? Ага, в этом нет необходимости. Подожди. Мы можем... Долбануть, да? Чем-то. А чем? Тут я ничего не вижу. Наверное, надо найти что-то, что поможет мне сбить этот замочек. Может быть, лом. Но я что-то в этом сомневаюсь. Она заперта. Дурацкое объявление. Блин, вот будет весело, если я, короче, должна была разбить это окно той железной херней. А где мы ее оставили? Мы можем ее подобрать обратно? Мы ее взяли вот здесь, кажется, да? И... Что? И ты куда-то дел потом свою кочергу. Здесь ее точно нет. Что же за хрень такая? Блин, неужели я должна была сбить ее именно с железкой? А где вообще он эту железку подобрал в первый раз? Я что-то не помню. Ну, явно я подобрала ее до этого момента. Что же делать-то? Я реально не помню, где я взяла эту железку. По-моему, я взяла эту железку еще до того, как пришла на эту локацию. То есть, он долбанул собаку, где-то взял железку и сюда прибежал. Или я что-то путаю? Может быть, тут есть еще дома с окнами с неразбитыми? Но я что-то сомневаюсь. Хм. В общем, короче говоря, что я должна сделать? Я опять должна сбегать на склад, проверить вот эту полку с кусачками. Ничего... В смысле ничего интересного? Тут должны быть кусачки по металлу. Алло. Что мне, блин? Еще раз проверить тот замок, чтобы ты это понял. Давай. Навесной замок не кажется мне особо прочным. Кусачки для металла? А! Погоди-ка. Господи. Я думала, они разные бывают. Они у меня, оказывается, уже были. Ха-ха-ха-ха-ха. Я тупая. Похожа на какую-то загадку. Среди цифр нет ни единиц, ни шестерок. То есть, это... Короче, первая цифра точно не двойка. Хотя бы тройка. Нет, тройка тоже, потому что тогда бы третья цифра была двойкой, а четвертая цифра единицей. Но это не так. Потому что единичек нет. Ничего интересного. Все равно, я не понимаю, где у нас находится эта дверь. Я ее нигде не видела. Они что, пьют эту гадость? Я уже ничему не удивляюсь. Так, смотрите. Значит, скорее всего... Что там? Единицы шестерок, да? Может быть, это четверка. Например, 4, 8, 3, 2. Вот так вот. В смысле, заперто. Что, угораешь, что ли? Ты здесь не для того, чтобы выбивать все окна. А ты для чего здесь? Ты должен отсюда выбраться, чувак. Дверь-то заперта? Ты понимаешь это или нет? Нет, ты это не понимаешь. Ты хочешь остаться тут навсегда. Чувак, ты совсем ебобо? Здесь я ничего не вижу. Ни двери, ничего абсолютно. А-а-а, господи! Какая я тупая. Какая я тупая. Я же взошла сюда через окно. Господи, какой кошмар. А-а-а. Копец. Ну почему? Так, все-таки, где у нас дверь с кодом? Я здесь не припомню никаких дверей с кодом. Может быть, тут? Или там была какая-то дверь, блин, заперта. нет. Возможно, это на улице какая-нибудь стена, которая везде понатыкана, и все говорят, что, типа, я не могу тут пройти, тут стена. Давай будем тогда искать эту стену, если мы ее, конечно, найдем. я тут стены никакой. А-а-а, погоди-ка, я впервые вообще вижу эту дверь. А-а, тут еще и пятизначный, я думала четырехзначный, пипец. давай посмотрим, что там у нас по инфе. День рождения Йонаса, ну, это фигня, загадка с числами. На втором месте стоит цифра восемь, да? На втором месте стоит цифра восемь. Первая цифра больше третьей, третья цифра больше четвертой. Среди цифр нет ни единиц, ни шестерок. Значит, скорее всего, как минимум, первая цифра это четыре. Вторая точно восемь. она больше, эта. Скорее всего, два. Ну, тут будет один. Допустим, да? Эй, ну что сбрасывается-то, ёпер, не театр. Ну, допустим, четыре, восемь, три, два, два. Ладно, ребят, увидимся через несколько минут. В общем, я поперебирала пароль 58327. Вот так вот. Это было, конечно, очень долго и муторно, но мы справились. Что там у нас дальше? Надеюсь, что это мясо не закончится. Все-таки пиксели должны быть, мне кажется, немножечко подольше. Потому что так было бы гораздо интереснее. Порой вообще не хочется, чтобы они заканчивались. Что это? Наверное, я схожу с ума, у меня галлюцинации. Да ты что? Ты что, не видел, какая тут дичь творится? Или эта тварь действительно существует? Так же, как и монстры? Уверен, всему есть разумное объяснение. Может быть, монстры это природные отклонения, они мутировали из-за токсинов в окружающей среде, я слышала таком. А тень? Тень это оптическая иллюзия, они хотят, чтобы я испугался. Ты уже чувствуешь это? Такое странное чувство, правда? Страх, который рождается в тебе, страх, который будет пожирать тебя, пока ты не сойдешь с ума. Как же я хочу увидеть, как ты корчишься на полу. Простите? Продолжаем. Люди такие, как ты, они смотрят на всех сверху вниз, они так любят распоряжаться чужими жизнями. Они не заслужили ничего другого, только ползать в грязи. Ты меня знаешь? Я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Эй, урод, постой! По-моему, это баба. Я помню, что я читала про сюжетку вот этого... Вот этой игры, короче. Здесь его тоже нет. И там было что-то про то, что их в этот город заманила то ли подруга, то ли кто. Я не знаю. Зачем я только за ним пошла? Чтобы еще больше заблудиться в этом лабиринте? Я вообще не знаю, зачем ты за ним пошла. Он здесь живет. Он знает это место гораздо лучше, чем ты. Что бы с ним случилось? Мне уже дошнит от этого места. Какое же здесь все грязное и мерзкое. Как только они это терпят. Вот так и терпят. Мальчик наверняка давно сидит дома. Я иду назад. Если Марсель догадался подождать меня... Ха-ха-ха-ха. Надейся, да. Надейся и жди. Или идти дальше? Он, конечно, не стал ждать. Ему на это не хватило бы терпения. Найду ли я дорогу? Лучше уж я пойду вперед. Куда ты пойдешь вперед? Тут обрыв или стена? Стена, наверное, да. Нифига ты! Софи занимается спортом, он может залезть на любую высокую поверхность. А-а-а! Так у них у каждого будет какая-то своя способность. Марсель у нас дрался, а она у нас спортсменка. Почему тогда у нашей первой девчонки не было никаких способностей? Она могла только ныть, что типа все плохо. Там кто-то есть. Ты уверена, что хочешь спрашивать его о чем-то? Это прозвучит намного странно, но не могли бы вы снова открыть эту дверь? Понимаете, я заблудилась и пытаюсь найти выход отсюда к шоссе. Вы не знаете, далеко ли еще до него? Неразборчиво бормочет. Простите, вы говорите по-немецки? Ха-ха-ха! Зикхаль! Что вы делаете? Вы с ума сошли? Давай, прыгай теперь. Не могу поверить, он выбросил ключ прямо в воду. Это же глупо. Он теперь сам не сможет открыть дверь. Зачем он это сделал? Ему-то не надо выходить туда, в отличие от тебя. Я вижу еще одну дверь с кодовым замком. Пиздец. Я должна достать его. Должен быть какой-то способ. Ну, давай. Дверь заперта. Причем на код или на что, это я без понятия. Дверь заперта. У нас ничего нету. Но я так полагаю, что у нас должен быть ключ. Так. Отвратительно. Вода в бочке зеленого цвета. Так она здесь тоже не значит не лучше. Наверное, если тут нет никакой канализации, то ключ скорее всего можно будет достать. Дверь открыта, но я же не могу просто так ворваться в чужой дом. Ой, перестань, я тебя умоляю. Вот та девчонка, за которую мы играли в первый раз, тоже такое говорила. Кто-то ищет свою пропавшую дочь, надеюсь, что с ней все в порядке. Забей вообще, они тут все сумасшедшие. Картонная коробка, лучше не буду ее открывать. Это кто такой? Он не ранен? Эй, с вами все в порядке? Нужно смотреть его, вдруг ему нужна помощь. Фу, какой ужасный запах, от него пахнет мочой и алкоголем, не хочу к нему прикасаться. Так уходи отсюда. Но я ведь врач, мой долг помочь ему. Что же делать? Снимать штаны и бегать. Уходи, пока не поздно. Он пошевелился, значит, ему не так уж и плохо, обойдется и без моей помощи. Ему просто нужно проспаться, в таком состоянии он все равно никуда не пойдет, даже если я поведу его домой. Ох, ладно, сохранимся. Ох, сейчас будет сложно. Дело в том, что я сейчас снимаю вторую часть видео совершенно в другой день. Мне надо было срочно уйти и, короче говоря, я выпала с ютуба на два дня, потому что у меня комп решил немножечко навернуться. Вот. Поэтому я теперь сейчас буду ходить тут как пингвины и не понимать, что делать. Ящик я лучше не буду открывать его. Ты можешь на него встать и перелезть через эту... через решетку, господи, какую решетку? Ха-ха. Через заборчик. Что будем делать? Серьезно, я не хочу. Ну окей, не хочешь, не хочешь. Я тебя не заставляю, знаешь ли. Просто я не понимаю, что тут нужно сделать. У нас по предметам вообще ничего нет. прыгнуть в воду за ключом, но как-то я думаю, что ты не будешь этого делать, да? Естественно, нет. Эта дверь у нас заперта, и эту дверь мы отпереть тоже не сможем. Я знаю, что ты у меня спортсменка, я это помню прекрасно, и поэтому ты, наверное, должна куда-то хорошо прыгнуть, например. Ну вот этот ящик. Да не надо его открывать, ты просто запрыгни. Во, отлично. Я просто не привыкла, что в пикселях вообще можно прыгать, поэтому складная лестница. Прыгай обратно. Хоба. Что здесь? Можешь положить сюда складную лестницу? Да не надо мне ничего разбирать, просто его использовать. Так, а куда мы можем тогда эту лестницу подложить? Ну, типа сюда? Использовать? Невозможно. Окей. куда же тогда нам надо использовать эту складную лестницу? Да, ты не можешь ворваться в чужой дом. Ну, а что делать-то, ё-моё? Может быть, сюда? А разобрать предмет не получится, в этом нет необходимости. Ну, а что ты хочешь от меня? Объясни, пожалуйста. Я взяла тебе складную лестницу. Дальше что? дожди, стой, запрыгни обратно. Может быть, ты сможешь в этот дом забраться или... Нет? Ага, господи, как всё сложно. Господи, всего-то и нужно было, чтобы подойти сюда. Это слишком опасно, я могу упасть прямо на шипы. Но у тебя есть складная лестница, поэтому ты сможешь спуститься. капец. Я бы в жизни не додумалась туда спуститься. Зачем? Что, если ключ уже просто утёк в трубу? Ни за что не засуну руку в эту помойку. А что тогда? Господи! Что мне надо сделать? У меня ничего нет, абсолютно прекрасно. Продолжаем бегать в поисках всякой херни. только где её найти? Ух ты! А, ну да, точно, мы же сюда забирались, всё верно. Здесь может что-то есть? Нет, дверь захлопнулась за тобой. Тогда окей, пойдём искать. Ё-моё! Чем ты можешь доставать? Чем? Объясни мне. Тут даже ничего не подсвечено. Ничего нет. Ещё оперный театр. Я вообще забываю про эти штуки, что по ним можно лазить. Это жесть! Давай, забирайся. Могла бы подсказать хотя бы. Это было бы гораздо проще. Ах, вот ты где. Тот самый пацан? Что с тобой случилось? Упал со стены. А я предупреждала. Нельзя играться на стене. Нельзя, понимаешь? Угу. Давай, покажи мне свою рану. Какая ты добрая. Ничего страшного, но лучше перевязать. Только у меня нет с собой пластыря. Вот мой носовой платок. Боже, из него суп варить можно. Сколько лет ты его не стирал? Не помню, года два-три. ужасно. Что у тебя за родители, если они даже не могут дать своему сыну чистый носовой платок? Я не буду перевязывать рану этой гадостью. Да и плевать, мне уже не больно. А ты что хотела? Ты прекрасно понимала, куда ты прешь? По крайней мере, ты наверное уже должна была двадцать раз обнаружить, что тут что-то не так. Лучше не буду его открывать. А для чего ты сюда припёрлась? Объясни мне. А, понятно, вот для этого, взять сачок. Теперь мы сможем выловить этот чёртов ключ. Ничего открывать она не хочет, заходить в дома она не хочет, она хочет бегать только за тупыми детишками, которые занимаются хер поймем чем здесь. Какая ты молодец, просто супер, я с тебя тащусь. использовать давай. В кое-то веки сегодня доберёмся до экшена, нет? Наконец-то. Взят дверной ключ. Теперь мы сможем пойти дальше. Сачок мне больше не нужен. Знать бы ещё, что случилось с остальными нашими товарищами. Мне постоянно кажется, что кто-то идёт. у меня уже паранойя с этой игрой началась. Хотя она вроде не такая уж и страшная. Просто такая, знаете, жутенькая, нагнетающая. О, здравствуйте, шахтёр. Ты чувствуешь это? Чё? Что, простите? Оглянись-ка вокруг. Ну да, полный пипец. Разве ты не чувствуешь, как их глаза смотрят на тебя? Жадные мужские глаза, которые уже почти забыли, как выглядит молодая невинная девушка. Да уж, херово, да? Стало, сразу. Я, я знаю, что вы все считаете меня чужой. Знаешь, но почему ты тогда всё ещё здесь? Беги, пока не стало слишком поздно. Да уж, Софи сейчас знатно перепугали, конечно. Я б тоже испугалась. Что такое? Кто-то идёт вслед за мной. Класс! Ты мне так вовремя об этом сообщаешь? Я даже не успела подготовиться. Беги скорее! Причём я как бы сейчас ей не управляю. Это просто типа такая кат-сцена. Скорее заходи сюда! Да заходи ты! Чё стоишь? А кто за тобой шёл-то? Мужик какой-нибудь? И почему вообще эта леди решила меня спасти? Простите что врываюсь к вам в дом но мне показалось что за мной кто-то идёт. Алё она тебя сама пригласила. Здесь не стоит ходить одной. Да я уже поняла. Можно я позвоню от вас по телефону? Мне нужно вызвать такси. У меня нет телефона и я ни разу не видела чтобы сюда заезжало такси. Какое жуткое место. Лучше выходи через заднюю дверь. Старайся избегать главных улиц. Ну что же спасибо и на этом. А можно на секунду зайти в ванную? Я вся взмокла пока бежала. Ванная там. Спасибо большое. Почему ты её не спросишь зачем она тебе помогает? Это было бы очень логично учитывая то какая фигня тут творится. Ну хотя наверное она повстречала не столько фигни и не столько противных жителей как наши предыдущие люди. Здесь так грязно. Хотя бы вода чистая. Ой. Знаешь что такое настоящая справедливость? Это когда тот кто лжёт и предаёт сам обманут и предан. И скоро ты на своей шкуре почувствуешь как это быть преданной тем кому ты веришь. Взгляни что лежит за навеской душа. А? А чё лежит за занавеской душа? У меня галлюцинация это всё из-за стресса. Открывай! Открывай занавеску! Да мне же интересно! Открывай! Открой! Там какое-нибудь мёртвое тело. Ну блин! Так и знала что этой девке нельзя доверять. Ну не буду вам мешать. Выход там, да? Она наверняка меня заманила. Заманила в ловушку. Угу. Я же говорила. Почему вы, чужаки, всегда такие любопытные? Я ведь действительно хотела помочь тебе. Ну я сразу узнаю этот взгляд. Так смотрят все, кто видел это. Пожалуйста, не делайте мне больно. Это, наверное, был мёртвый зверь, клянусь, я никому не скажу. А на моём месте ты бы поверила? Вот видишь, значит, мне придётся убить тебя. Да, господи, кому я скажу? У вас тут в городе творится такая хрень, что, блин, это вообще это бесполезно, как бы. Чё мне делать? Наверное, мне надо сюда подойти? Нет, она не вбегает в стены, так что... Так. Давай, иди сюда. Что такое? Эй. Так, походу, мне сейчас будет пипец. Блин. Надо, чтобы её херануло, а я даже без понятия, как мне так сделать, чтобы это получилось. Блин. Какого хрена? Она меня даже не поймала. Но я знаю, что её нужно заманить туда, мне кажется, это будет сложно. Ох. Вот просто понимаете, какой смысл в том, что... Ну, расскажу ей, что. тут все такие, абсолютно все. Они тебя поймут, знаешь ли. Давай, иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Ей! Её херануло или нет? Я не поняла. Я реально не поняла. Она стала быстрее ходить, мне кажется. блин. Я не понимаю, что эта фигня значит. Типа, ну, как мне сделать так, чтобы это сработало? Да иди сюда. Я не понимаю, я что-то делаю не так, я должна спрятаться от вспышки. Спрятаться от вспышки. Каким образом? ну, зачем тебе это надо? Иди нафиг. Я должна спрятаться от вспышки. Ты должна забраться, типа, что ли, наверх? Она меня опять поймала. Я не понимаю, что делать, меня это бесит. Хиперный театр, короче говоря, тут не надо с ней сражаться, надо просто сделать так, чтобы её эта фигня ослепила, и я смогла убежать. В общем, выходи сюда. Выходи сюда. Вот и здесь я как раз таки прячусь от вспышки, по идее. И она должна каким-то образом закрыть глаза. Я не знаю, как, типа, ну, где её ослепляет. Так что, будем бегать смотреть. Давай, беги отсюда. Да её помать. Это будет очень долго, очень муторно, и, блин, бесячий. Меня уже это всё бесит. Я не понимаю, куда нужно её завести. Вот эту вот маньячку недорезанную, чтобы она перестала хлопать своими глазищами, чтобы она их закрыла навсегда, и я могла сбежать. не знаю, короче, как я буду это делать. Может быть, её надо куда-то сюда подвести, или без понятия, короче. Беги! Я должна спрятаться от вспышки. Ну, понятно, да. Её ослепляет когда? Когда она, наверное, стоит тут? Да? Капец. Я не знаю. Я не знаю, ребят, как я буду это всё проходить. Может быть, я смогу какой-нибудь сейв найти, чтобы не мучиться. Потому что это пипец. Я не знаю, что делать. Забирайся, быстрее! Отлично, мне повезло. Просто повезло. Она оказалась как раз в том месте, где и должна была. Сара. Натали! Так вот, ты где? А я тебя давно ищу. Сара, по-моему, первая девка, за которую мы играли. Что ты там ешь? Выглядит ужасно. Дай-ка сюда. Помидоры с салатом? Ты что, кролик? Знаешь, тут, кажется, маловато подливы. Они издевались над Натали? Ну, чего ты ждешь? Кушай. Я-то думала, это подружка была их. А они над ней всей компашкой издевались, что ли? Мне казалось, что они более-менее адекватные, ну, кроме Марселя. Я еще жива. Тебя зовут Сара. Все правильно? Темнеет. Как такое может быть? Я здесь давно, но ведь не целый день. Я уже вообще забыла, что с ней произошло. Часы не идут. Как я сюда попала? Сперва этот монстр, потом тень. Нет, не хочу вспоминать, или я сойду с ума. Нужно просто идти вперед, ни о чем не думать. Главное, найти выход. Ты Софи. Все правильно? Ой, не Софи, а Сара. Давай посмотрим. Нет, я Натали. А, так издевались надо мной. Подожди. Если я Натали, кто такая Сара? Я не помню. У нас не было Сары в группе. Это точно. Сколько там у нас еще времени? Уже, ребят, это конец серии, так что я предлагаю на этом закончить, а продолжить в следующей. Пока что всем спасибо за внимание, с вами была Анестезия, всем удачи, всем пока.